Музыка Всегда нравился этот вид спорта, смотреть, потом участвовать. Я играл, ну, с детства, как все секции уходил, да и всё. Я из города Томска, и там ходил секцию, ну, где-то лет до 16-ти, до 18-ти. Все мы болели тогда за сборную СССР, сборную России, как обычно. Не могу сказать, что я следил за чемпионатом. Я даже больше скажу, не могу сказать, что кто-то за ним вообще следил. Потому что, мне кажется, за ним следили те, чья команда играла. У нас играла команда из Северска, Янталь, и как бы, ну, все мы хотели попасть туда. Вот, но тогда было очень сложное время. Тогда я ещё помню момент, когда мой тренер выходил играть за сборную. Что-то так это давно было. Ещё на... У нас был большой дворец в Томске. Полный. А потом этот дворец превратился... В рынок. В барахолку, да, в рынок. Такое время. Потом уже, когда приехал в Москву, ну, стал здесь ходить. Сначала на ЦСКА, в смысле, играть сам. На ЦСКА, там, туда-сюда, там. И плюс начал ходить на хоккей. Здесь уже болеть. Почему я болел за Акбарс? Потому что там играли мои очень близкие друзья. Это Лёша Будюков. Он, конечно, моего сына. Сначала Лёша играл в Динамо. Я болел за Динамо. Потом он перешёл в Акбарск. Вообще болел за Акбарс. То есть вы болеете не за конкретный клуб, а за своих друзей? Ну, конечно, конечно, за своих друзей. Но всё равно я живу в Москве. Конечно, я и в прошлом, и в этом сезоне болел за ЦСКА. В финале было сложнее. В финале против ЦСКА играли все мои друзья. Тут было не разорваться. Тут очень сложно было. Поэтому я не ходил на игры. И болел дома. Ну, только на финале я был, на седьмой игре. Ну, победил, победил Магнитогорск. Побеждают сильнейшие. Так получилось, что это единственная команда, которая могла остановить в этом году ЦСКА. Ну, у меня было полное впечатление этого. И когда они выходили в финал, я думал, что вот они единственные, кто может это сделать. Но после первой игры... Когда 5-1 было? Да, ну, все... Неужели? Ну, просто Металлург играет очень красиво. Ну, настоящий хоккей. Да? ЦСКА играет более агрессивный хоккей. И, наверное, можно сказать, победил опыт. Конечно. Можно и так сказать. Победил опыт. Победил... Может быть, не такой быстрый хоккей. Посмотрите, ЦСКА-то играло, а не 2 периода. Ну, ладно, даже первой. 68 против 23 бросков. 101 бросков. 101 бросков. За 3 периода. За 3 периода. 101 бросков против 34. Браво, Кошечкин. Мы сидели прямо напротив него. Он постоянно поддерживал своих болельщиков. Это насколько надо быть спокойным. КВН – это как хобби. Ну, конечно, говорят, что КВН – это вся жизнь и так далее. Ну, грубо говоря, да, в тот период, когда мы были молодые, 18-летние, 20-летние ребята, мы горели этим, мы этим жили. И свободного времени у нас даже подумать о чем-то не было. Когда сейчас ты профессиональный артист, и у тебя есть съемки, это твоя работа, то у тебя есть театр, то у тебя есть хобби, которым ты занимаешься. И у нас есть своя команда артистов, которая называется КАМАР «Команда артистов». В одной тройке играю с господином Николаем Алексеевым и Фоккиным Тимофеем. Это тоже артисты, это тоже артисты. Очень много, не, ну, известных артистов у нас много. Марик Башаров, Мерзликин, Андреев, Кирилл, Крестовский, Фролов, Фисенко, Саша, Диченко, ребята из молодежки, еще очень много людей, которые просто начинают пробовать. Дима, мой партнер и друг Димка Дюжев, который только встал на коньки и пробует. Олег Газманов, я не знаю, братья Запашный, ну, Носик, но все в разной степени имеют способность. Кто-то раньше занимался, да, кто-то может сразу, а кто-то приходит и занимается, и занимается, и у людей начинает получаться, и у нас есть хороший тренер, и капитан наш Саша Морозов, который и организовал эту команду. Матросов Дениса, кстати, да, тоже. Ну, много-много известных артистов, продюсеров, кретов, допустим, Андрюш Продюсер, каскадеров и так далее. А кто тренирует? Тренирует Александр. Вот этот Александр, бывший игрок. Все вам расскажи. Ну, хочется же узнать, что вообще, кухня какая-то внутренняя, да? Как часто тренируетесь? Ну, вообще, постоянные тренировки у нас два раза в неделю, вечером, естественно, после спектаклей, чтобы было удобно, даже после киношной смены, после спектакля, в 11 часов вечера у нас тренировка. И плюс у нас игры, ну, постоянно там, вот на этой неделе, допустим, получается с играми пять раз. А как вам нравится, что, в общем-то, многие министры, даже глава государства встали на коньки и взяли клюшки? Это замечательно. Спорт есть, хорошее дело. Поэтому всегда похвально, когда занимаются спортом. Допустим, у нас президент нашей хоккейного клуба «Комар» каскадер Иншаков. Конечно, Саша Иншаков, Александр Иванович. Александр Иванович тоже, ему сколько лет, он молодец, сходит, занимается. Но он еще и каратист хороший? Не, ну это вообще не обсуждается. Что касается сборной, следите постоянно, регулярно? Конечно, конечно. Приходилось выезжать на чемпионаты мира? К сожалению, нет. К сожалению, все время я собираюсь, но никак не получается. Ну, поэтому чемпионат мира приехал в Москву? Ну, конечно, конечно. А я в этот момент как раз в Сочи играю в Международной хоккейной лиге. Десятого как раз приедем и, надеюсь, попадем уже на основные игры. Надеюсь, я уверен, будет принимать участие сборная России. Конечно, мы будем болеть. Конечно, мы будем ходить. У меня столько связанных... Конечно, у меня друг сломал ногу, празднуя победу сборной России на чемпионате мира. Не, ну Радулов, это вообще отдельная страница в нашем. Те эмоции и ту энергетику, которую дает профессион Радулов. Ну, это отдельное кино просто, знаете. Можно смотреть матч, я всегда говорю, можно смотреть матч, как Радулов ездит просто, как он говорит с судьями, да, как он подсказывает ребятам, как он реагирует, когда что-то это. Как он заводит соперника. Да, 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 да. Это отдельное вообще, отдельное кино. Начнем лучше с победы. Когда Ковальчук забил решающую шайбу и с канадцами в Ванкувере выиграли. В Квебеке. Ой, в Квебеке, правильно. Это, конечно, незабываемо, да. Это вот матч, да. Но в основном заполнится финал Нагана, когда Гашек отбил все, что только можно отбить. И когда была не то, что выдающаяся команда. Мне кажется, тогда была просто какая-то сверхкоманда. Вот тогда в Нагана. Невероятно. Потом, конечно же, полуфинал чемпионата мира, когда Сашка пропустил шайбу с финами, да. И была такая тишина. Просто люди не поняли, что это возможно вообще. И, конечно же, знаменитая игра с канадцами. В Ванкувере? Да. 3-7. Да, это вот у меня навсегда запомнилось. Соперником сборной России является только сама сборная России. Ну нет, на самом деле я шучу. Пожелание к хоккейным болельщикам таково. Верьте в свою команду, болейте за них всегда. И не огорчайтесь никогда. Телезрителям здоровья, счастья, любви. Продуктивы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...